Постоянно плохое настроение, просыпаешься, сил нету. Просто жить не очень получается. Этому парню еще нет 18-ти, но он осознает, что уже сильно зависим. На взгляд обывателя от вполне безопасного пристрастия. Курение вейпов и электронных сигарет. Попробовал их несколько лет назад, чтобы влиться в молодежную субкультуру. А сейчас и рад бы бросить, но говорит, что каждые три месяца он снова парит. Я не могу не курить, потому что у меня на утро, через несколько месяцев, уже сил не остается. Потому что тяга сильная, но это не такая большая проблема. Просто сил не остается. О вреде вейпов спорят несколько лет. Одни его не признают и говорят, что новое явление – достойная альтернатива традиционным сигаретам. Другие уверены – все парогенераторы с никотиносодержащими смесями коварны настолько, что могут вызвать даже рак. Барнаульский психолог отделения для детей и подростков алтайского наркодиспансера отмечает, что у любителей электронки страдают память, внимание, ухудшаются мыслительные процессы. В итоге лень, апатия, депрессия и эмоциональная неустойчивость. То есть, соответственно, электронные сигареты еще и провоцируют, что? Что они нарушают эмоциональный фон. Правильно. Чтобы освободиться от пристрастия, парень пройдет полный психологический курс. Но для защиты детей от опасного новомодного явления, говорят местные специалисты, нужен комплекс мер. Руководство 42-й гимназии Барнаула, ученики которой также не стали праведным исключением, решило реагировать активно. У нас организовано дежурство педагогов и в туалетных комнатах, в раздевалках. Мы постоянно проводим лектории, тематические собрания, где проводятся лекции о вреде курения. Мы вызываем специалистов Алтайского краевого наркодиспансера. Помимо широкой разъяснительной работы и дежурств педагогов в туалетах, сотрудники образовательного учреждения регулярно обращают внимание надзорных органов на нарушения, которые допускают торговые точки. Обнаружив упаковку от электронного устройства в урне в стенах гимназии, вместе с чеком, где было куплено это оборудование, мы обратились в Роспотребнадзор. Я обратилась как родитель в том, чтобы провели проверку, на каком основании данное ИП продало запрещенную продукцию несовершеннолетнему. В итоге торговую точку по продаже электронных устройств, что находилась недалеко от школы, закрыли. Представители гимназии предлагают всем школам города объединить усилия и обмениваться положительным опытом в борьбе с распространением ВЭПов среди молодежи. Подключить к этому родителей и широкую общественность. Иначе закон о запрете продажи опасных курительных смесей несовершеннолетним так и не начнет работать на практике. И дети, организм которых еще формируется, будут страдать от вредных зависимостей. Организм не завершен еще, вы мало чего понимаете, не стоит пробовать. Живите как жили, делайте, просто набирайтесь опыта, но не такого. Смотрите лучше на других. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Поля, мы все равно, несмотря на то, что...